Субтитры сделал DimaTorzok Невероятно Да, сейчас тоже спросите, пожалуйста, вдруг захочу зарегистрироваться Я помню, когда я первый раз в неё поиграл, мне она так понравилась, что я купил все аддоны Это обошлось мне почти в десятку рублей Никогда, короче, ни в одну игру пьяным не заходить, вот что я могу сказать Так, давайте какой-нибудь... Рейн Рюхр А, Рейн Рур Давайте по расписанию Западное направление со всеми остановками, это мне нравится Погналы Окей, что у нас тут? Открыть двери Открываем Открываем Что происходит? Почему? Стоп, двери открыты или чешу? Сейчас, секунду, погодите Блять, всё закрыто А почему так? Может быть я что-то не завёл, типа? Не понимаю Что-то не так, может быть ещё не время? Погодите Ждание запланировано на 9.20 А сейчас сколько времени? 9.21 Одна, мы уже ехать должны Поехали Почему не едем-то? Стартуем, алё Не работает Так, ревесинный ключ Во! Надо было завести просто Всё, перезапуск Короче, надо... Это как в машине, надо ключ вставить Так, чтобы никто не подглядывал, так сказать За... За машинистом Тронулись, пацаны Едем Блин Симпатичные места Хотя жить, наверное, в доме Рядом с железной дорогой Не особо, балдёж Я живу рядом с железкой Привыкаешь к шуму Эээ Я бы предпочёл не привыкать Блин, балдёж Вообще, кайф О, встречный Балдёж Обожаю встречные поезда Можно смотреть Если они не быстро проносятся Типа в окошко смотреть Кто что делает Кстати Природа Германии Не сильно отличаются От нашей отечественной Я бы сказал Если ехать на пригородном поезде Так, 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 так Это чё? Блядь Ну ладно, сойдёт 14 метров переезд Это не страшно Ну, один вагон, может, не попал Сойдёт Экстренет Да блин Не, ну 20 метров Это многовато уже, мне кажется На, ничего страшного О, встречный ещё один Хм Какие-то сарай сраные Чувачки едут на дачу Полоть Репку Или чё там в Германии любят Специально открываю двери В сторону пути Чтоб люди прыгали Я с обеих сторон открываю Мне кажется Это демократично Кто хочет спрыгнуть Может у кого-то дача Типа Ну, вы поняли Короче Не там, где платформа И мы потом перелезать Через эту платформу Придётся А у меня всё По кайфу Так сказать Ой-ой Ой-ой Я чё-то Не сошёл Ты, блядь Не в ту сторону Я чё-то с этого Не сошёл С рельс Тут уже даже Этот звук Типа Ту-у-у-у Есть Блин, двухэтажный Кайф Я ни разу не ездил На двухэтажном поезде Но зато мы знаем Что поезд При превышении скорости В 20 км в час С рельс не сходит Это полезно Если кто-то из нас Будет вести поезд В реальной жизни Вдруг Вдруг Вам придётся занять Знаете, как в фильмцах Где Кто-то Пилота меняет Внезапно Который отрубился Вдруг вам придётся Занять позицию Машинистом Ну и пердяевки Даже в Германии Есть пердяевки Ой-ой Ну это пиздец Тут я уж точно Не попаду никак Стоп-кран Блядь Так Реверсивная рукоятка А, нормально Нормально Ну промазал на километр Ничего страшного Ой, ёбки Блядь С другой станции Дойдут Тут разница Два километра Гулять полезно Я тут Если чё Стою Держу в курсе Я никогда не тормозил Со ста километров Я понятия не имел Как это будет Не-е-е, повезло, что я стал стримером людям, мог бы и на такой профессии работать. Ну все уже зашли и вышли, чё вот мы стоим? Я не понимаю, можно уже уезжать, я считаю. А, всё, закончился маршрут, это конечная была. А вот, машинист пассажирских электровозов, это электричка в Нью-Йорке. Давайте попробуем. Я сейчас сразу посмотрю, как выглядит сам поезд внутри, не в локомотиве, а вот именно. Ну, типичный Сапсан, короче говоря. Да, это действительно пригородный, ну или просто скоростной поезд, типа Сапсана. Американский Сапсан, не знаю, как называется, воровали у нас Сапсан. Машинное отделение через дверь справа. Окей, это, видимо, такое же право, как у Мэдди Мурка. Хе, Тифон. 25 километров. Оу-е-е, это больше, чем весь наш путь на электричке в прошлый раз. Блядь, этот колокол-то, наверное, отключить пора. Хе-хе-хе. Вау. Снаружи кажется, что мы на лютой скорости летим. Мы что-то не скидываем, ни хера, алло. Так, я понял. Я понял, как это работает. Ну, мы не сойдем с рельс. Слава богу. На профессионалачих засейвил ситуацию. 600 метров. Ща вот этот мост проезжаем на небольшой скорости. Любуемся водой. Каким-то митином за окном. Я не знаю, что это такое. Вот, а хотя бы звук есть. Блин, вот американцы, конечно, такие люди специфичные, видите. Сделали так, что все очень тихо, все для людей. У нас бы тарахтело, пердело. Но районы уебищные, надо сказать. Смотрите, подпостом, как будто, блядь, черта на выебать. Печит сосрака вообще. Я в таких панельках все детство в митине провел, блядь. Но тут уже чувствуется, что Америка это какие-то красивые районы. Такие вот, как помните, из Брата 2 главный герой хотел на них посмотреть. Прям чувствуется красота. Но выглядит как будто... Вот в игре это неплохой в целом графин. Наверное, он лучший для трейн-симуляторов современных. Но вот так вот смотришь в окошко, даже до Евротрака не дотягивает. Но мне нравится то, что тут, ну, типа, даже вот человек сел. Это прям почти то, что мне нужно. Единственное, жалко, конечно, тут русских железных дорог нет. Типа, прикольно было бы Сапсан от Москвы до Питера догнать. Я думаю, никто не будет спорить. Ну, и тут, смотрите, граффити тоже. Вандалы во всем мире вандалируют. Я помню, как-то раз мне в течение двух дней надо было на Сапсане. И сначала туда, а на следующий день назад. Короче, когда я туда ехал, где-то недалеко от Москвы на стене было написано Путин и потом плохое слово. Ну, какой-то украинец, видимо, пробегал мимо, написал гадость. Когда я назад ехал, вся стена была покрашена просто идеально. В белый цвет. Как будто там вообще ни одного граффити никогда не было. Все, закрасили, замалевали. Я не шучу. Так что, если кому надо, чтобы вам что-нибудь на районе покрасили срочно, вы, типа, примерно представляете, что нужно делать. Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон. С севера на юг, нифига. Я очень мало знаю о географии Америки, честно признаюсь. В этом плане, конечно, удивляют русские некоторые, которые, которым там, ну, им показывают. Им показывают, там, американцы, которые не знают, там, где Россия находится, или там, Москва, или еще что-нибудь. Интересно, кто бы показал, там, где Вашингтон находится в Америке. Или вообще Америку для начала. Я уж не буду брать, там, по максимуму. Ну и дырень, вы посмотрите, там. Там даже под мостом дома, даже под мостом. Это же, вы прикиньте, они наполовину все за... Да нет, бред какой-то. Так не может быть. От хуйта какая-то, блядь, полнейшая. Я просто не верю в это. Если такие дома реально существуют, то их надо в новости сверху и державы американские отправлять, блядь, на задник. Это жесть полная. Так и есть, да не может такого быть. Да это чушь вообще. Ты, блядь, солнечного света видеть не будешь. Вон, один дом прям сквозь этот... Сквозь мост построен. Такое тоже есть, что ли, хотите сказать? Что за хуйта? Такое ощущение, что те, кто делал игру, они даже не старались. Блядь, они все эти маршруты продают по 700 рублей. Блядь, даже не стараются, суки. Это называется доступное жилье. У нас оно запрещено, как и трейлерные парки. Я бы, кстати, разрешил трейлерные парки в России. Надо будет Власу написать, чтобы он продвинул эту идею. Мне кажется, трейлерные парки это нормальная тема. Лучше бы, знаете, может быть я скажу немного кощунственную вещь для некоторых, но лучше бы вместо того, чтобы делать социальное жилье, лучше бы были какие-нибудь вот трейлерные парки и всякое такое. Во-первых, тогда бы не надо было столько человейников строить. Этих мудацких абсолютно, в которых еще и жить невозможно, потому что, ну, они реально превращаются в гетто. Это правда, ну, типа, я по себе знаю. Потому что, да, неблагополучные приезжают. Ну, это пиздец вполне. А трейлерные парки как-то можно обособить, я не знаю, типа. И, в принципе, какое-никакое, но это жилье, мне кажется, даже лучше, чем вот эти человейники. У нас слишком холодно. Так, перенесем на юг трейлерной парки, где-нибудь в Краснодаре поставим. Ненормально. В Крыму. Ну, такое ощущение, что вот это доступное жилье, там, типа, под мостами и так далее, это специально, чтобы над людьми поиздеваться. Это скорее даже жильем-то тяжело назвать. Сраный капитализм, блядь. В фильме 7 Гвинет Пелтру с Питом жили под мостом рядом с железкой. Ну и чем это закончилось? Ей голову отрезали в конце. И в коробку положили. Разве же это хорошо? Разве этого мы желаем? Подуди в туннель, пожалуйста. Тебе понравилось? Едем, едем, соседи. Так, это же выгодно с точки зрения территории. За место... Не выгодно. За место трейлерных парков, где нужно много места, в трейлере живут по 2-3 человека, можно поставить две многоэтажки, которые тысяча человек получат. Ну да, можно еще торговый центр поставить. Я, в принципе, соглашусь, но как бы я-то хочу, чтобы... Не знаю, есть что-то такое привлекательное в трейлерных парках ХЗ. Мне кажется, в них есть своя особая культура. У нас бы выросло новое поколение трейлерных гопников АУЕшных. Да что старые гопники уже не так возбуждают, мне кажется. Они уже стали какими-то унылыми, меметичными. Типа вот эти гопники с микрошей. Нужны гопники из трейлерных парков. Редники. Русские редники. Обещаю, что если когда-нибудь перееду в Америку, поселюсь в трейлерном парке, чтобы показывать вам жизнь, так сказать, из трейлерного парка. Не знаю, есть ли видеоблоги на ютубе, типа живу в трейлерном парке. Но это вот будет мой ноу-хау-контент, так сказать. Так, мне тормозить, на самом деле, скоро. Ебать! Вы предупреждали о таком! Увернулся! Задоджил! У тебя даже состояние зубов, как типичного обитателя трейлерного парка. Чувак, я же давно сделал зубы, на самом деле. Если бы ты увидел фотографии или мою улыбку, ты бы начал мне завидовать. Брэд Питт начал бы мне завидовать. Ну и вокзал, блин, жесть. Как парковка какая-то в торговом центре, блин. Место под гамбургер, кстати. Я другого... Другого... Зачем оно здесь и там тоже, кстати. Может быть, ноутбук поставить, типа... В Raid Shadow Legends играть. Raid Shadow Legends. Лучшее ММО на рынке. На мобильном рынке. На любом рынке. Raid Shadow Legends. Сыграй, сука. У ёбок вонючий. Raid. Вас тоже радует реклама Raid? Мне очень нравится. Блин, можно выйти и покурить. Я серьезно, то есть... Пойдем проветримся. Ну, хотя проветримся. Это крепко сказано, конечно. Как дела? Нормально? Фига себе, какой странный туалет. Я так понимаю, он... Ладно, короче, не важно. Для всех сразу, да. Инвалид должен на руках внести в туалет ЖММ одновременно. А может, это на самом деле Бэйбик, который вцепился в мужчину. А вот это, это просто нога женщины. Типа, ну, вторая. Потому что мы видим только одну ногу, а мужика две ноги. То есть, получается, что это вторая нога женщины. И она тянет на себя Бэйбика, а тот, типа, хватает батю за руку. Что-то в этом роде. На шифт можно бегать. Да, серьезно? Да, действительно. Но это не особо нужно. Куда мне бежать за пивом? Ну, я машинист, я не могу не успеть, купив пиво, понимаете? Санитарная зона вещь такая. Если бы не она, то на путях было бы слишком много человечего говна. Потому что во время движения поезда говно размазывается по днищу поезда, который, в принципе, никто особо не чистит никогда. Типа, в депо просто проходят мужики с огромными шлангами и поливают днищу. В нормах поездах сейчас биотуалеты. Да, да, я знаю. Но это, ну, вакуумные биотуалеты, да. Но это не часто случается. К тому же, например, сын Никса Сафонова всегда может застрять в одном из таких. Трагедия. Говорят, что сын Никса Сафонова, застрявший в туалете, это вирусный ролик Юры Дегтярева, на самом деле. Хотите верьте, хотите нет. Это пиар, который заказали. Заказал сам Никас для своего сына, так сказать. Но я бы отказался от такого. Вообще, в последнее время люди зачастую юзают своих детей. Вот, например, вчера опять несчастный гном-гномоч был в центре внимания. Его родители заставили его записать видеообращение к Андрею Аршавину, другому гном-гномочу, но более заслуженному. И, конечно, это все выглядело жалко. Блин, вот прикиньте, какой человек вырастет. То есть, когда он будет взрослым, какие у него будут психологические проблемы. Из-за того, что его с детства заставляли выступать в ледовом шоу, даже, возможно, против его желания. И называли гном-гномочем, как вы понимаете. Вам бы было приятно, если бы вас все ваше детство называли гном-гномочем. Хуже, наверное, только гной-гноечка, как мы помним. Кекс придумал и морюк вообще. Я думаю, что он даже в школу не ходит, на самом деле. То, что его там дразнят или не дразнят, это хз. Типа, если он, ну, скорее всего, на каком-то элитном обучении или еще что-то. Нет, чуваки, поезда, это вообще ультра-кайф, ультра-кайф. Три километра, ну давайте ускоримся. Ну и над картами, конечно, надо работать. Но это прям вообще, иногда прям ультра-позорно выглядит. Те, которые вот в стандартном наборе были, они хороши. Но то, что они продают за 500 рублей, ну, блин, пацаны. Чит за болото вообще. Это Манхэттен, наверное, я просто не понимаю. Я бы еще понимал, если бы мы в Питер ехали. Типа, там такое в окне, да, можно увидеть, но... Нью-Арк. Мы приезжаем куда-то, где мафия первая была, я так понимаю. Нью-Арк, Интернешнл, Аэропорт. Непонятно, что здесь находится. Не, можно было бы, конечно, предположить, что аэропорт, но зная, как бы, американцев, они наверняка хитрят. Они маскируют базу подводных лодок под аэропорт. Так, все, с поездами закончили. Адмирал и Баклак, 150 рублей. Лея, привет, смотри тебя сначала. Самого спасибо за лучший контент в ру-сегменте и нетом. На случай, если когда-то снова захочешь поиграть в Fallout New Vegas. А, Евгений Панасенков вместо Мистера Хаоса. Есть такой мод, действительно. Интересно, сколько человек его скачало? 20 человек. Блин, не хочешь пройти тест на 1024 в фильме? Нет, фильмы уже все. Фильм выиграл. Назад будущий выиграл. Ну, Терминатор 2, Назад будущее и Криминальное чтиво. Походу, три моих любимых фильма, что ли, получилось. Из тех, что были в том списке. Не важно, на каких они местах, они для меня все замечательные. Привет, хотел тебя спросить по поводу фильмов по комиксам. В частности, по поводу Судьи Дредда. Ты говорил, что фильмы по комиксам полные поносы. Я с тобой согласен. Но Судья Дредд ведь тоже по комиксам, вроде, тебе нравится. Получается, что не все фильмы по комиксам говно? Ну, смотри. Судья Дредд, он какой-то не такой, как вот... Ну, я не знаю, мне не нравятся супергеройские, наверное. То есть, Судья Дредд, он, конечно, супергерой, но это просто скорее какая-то фантастика из будущего, да? То есть, он, конечно, по комиксу, но с таким же успехом и Терминатор мог бы быть по комиксу и еще что-нибудь. Ну, типа... Это не так, Терминатор не фильм по комиксу, но можно себе было бы представить, да? Что-то подобное. Просто, ну, Судья Дредд, он как бы просто фантастика. А вот когда человек летучая мышь, человек паук, железный, бля, человек. Даже железный человек, это, по сути, тоже фантастика. Ну, вот железного человека я еще могу, наверное, переварить, а вот всякие там Торы, бля... Ну, я не знаю, типа, хз. Ну, это трудно объяснить, короче говоря. Плюс Судья Дредд, он такой мрачноватый, ну, не знаю, а, блин, каким бы мрачным ты ни делал, Бэтмена, это все равно, блин, чувак в костюме летучей мыши. Хз, а вот эти красочные, типа, всякие Мстители, где всех собирают, мне это вообще почему-то не нравится. Мне это настолько неинтересно. Сорян. Это не значит, что мне, в принципе, не может понравиться фильм по комиксам. Ну, в большинстве своем... У меня даже хейт-то и комиксам нет, просто я смотрю на все это, и мне как-то, ну, жиденько. До свидания. Продолжение следует...